Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может быть заключен до ноября. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. Она была очень информативной и важной, с точки зрения демонстрации готовности официального Еревана идти по пути к миру с Азербайджаном, основываясь на нормах международного права и строя совместное, если не добрососедское, то уж точно не враждебное будущее. Тут имеет смысл напомнить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев также ранее заявил, что достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией до Кооп-29, по крайней мере по базовым принципам, кажется вполне реалистичным. Кроме того, глава нашего государства в своих последних выступлениях особо подчеркивал, что делимитация и демаркация границы между Азербайджаном и Арменией осуществляется на основе договоренностей, достигнутых между двумя странами без каких-либо посредников. В этой связи я вполне допускаю, что до ноября текущего года, когда в Баку пройдет Кооп-29 будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией. И тогда вполне можно будет ожидать и визита в Баку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сможет посетить и сохраненную в целости и сохранности армянскую церковь в нашей столице. Учитывая то, что ожидается приезд в Баку руководителей огромного числа руководителей самых разных стран мира, визит Пашиняна в столицу Азербайджана в тот же период был бы очень уместен. Но к тому времени Армении нужно будет сделать ряд важных шагов. Готовность, к которым Никол Пашинян уже опозначил. Сегодня он заявил, что доктрина национальной безопасности Армении должна быть изменена, что на рабочем уровне процесс уже начался. Это очень важное, конструктивное заявление. Ведь в доктрине национальной безопасности Армении до сих пор прописано, что Азербайджан и Турция могут совершить против Армении военную агрессию. Кроме того, в доктрине национальной безопасности Армении от 2007 года был раздел под названием «Нагорно-Карабахская республика». В 2020 году была принята новая доктрина национальной безопасности Армении и там была глава под названием «Обеспечение независимости, суверенитета, территориальной целостности Армении и безопасности Арцаха». Совершенно очевидно, что в нынешних условиях, когда Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность в полном объеме, когда официальный Ереван признает данный факт, изменения в доктрине национальной безопасности Армении просто неизбежны. Об этом, кстати, официальный Баку говорил не раз, четко и внятно. «Если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира», — отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в Баку генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга. Это была честная, обоснованная, открытая позиция. К счастью, мы видим, что официальный Ереван, совершив огромное число ошибок и преступлений, в итоге встал на путь рационализма. Естественно, что в Армении были, есть и будут противники такого развития событий. Это те, кто веками делали свой финансовый и политический капитал на формирование искусственной, лживой, азербайджанофобской и тюркофобской повестки, на придумывание и тиражирование мифов. Неспроста же Никол Пашинян заявил сегодня, что католикос всех армян Гаригин II возглавляет политическое движение, требующее насильственной смены власти в Армении, прикрываясь лживыми лозунгами о сдаче Тавуша. Собственно, глава Тавушской епархии А.Ц Баграт Галстанин и не скрывает того, что все свои действия он согласовывает с Гаригином II. Которой, в свою очередь, следует ровно той же практике, что была взята на вооружение бывшим католикосом всех армян Вазгином I, который 25 февраля 1988 года направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Неудивительно, что поддержку провокационным шагам А.Ц, которая выдвинула в лидеры шашлычной контрреволюции Баграта Галстяна, оказывают и два прежних президента Армении, бывшие карабахские сепаратисты Роберт Кочарян и Серж Сарксян. Второй президент Армении и вовсе является автором чудовищного заявления о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. А третий президент Армении цинично рассуждал о том, что геноцид в Хаджало был совершен армянскими головорезами, дабы сломать степиотип о неготовности убивать мирное азербайджанское население. И Роберт Кочарян и Серж Сарксян давно заслужили место на скамье подсудимых. Причем не в Армении, а в Азербайджане. Впрочем, и свой народ они умудрились затащить в болото огромных проблем. Выбраться из которого Армения имеет шанс только наладив отношения с Азербайджаном и Турцией. Это с большим опозданием и совершив массу ошибок и провокаций, признает уже и Никол Пашинян. И признание им очевидного является хорошим шансом для подписания мирного договора между Ереваном и Баку. Это то, что послужит на пользу всему Южному Кавказу.